Выстрадали законом бездомных животных. Депутаты утвердили бюджет на отлов, содержание, стерилизацию и лечение собак и кошек. Вместо 8 миллионов 16, так как бронь животного в пункте передержки прописана 45 дней. При этом остатки средств муниципалитетам разрешили не возвращать. И даже эти деньги могут переходить и на следующий год. Мы плотно поработали с точки зрения расширения возможностей по методике, но принципиально, где их содержать в следующем году, их надо содержать только в питомнике. Питомников, как таковых, у нас нет. Критерии питомников только разрабатывают на федеральном уровне. Зато точка поставлена в законе о вейпах. Правонарушители ждут конкретные штрафы. Предупреждение либо штраф от 500 рублей до полутора, то есть не очень большая. Для должностных лиц от 3 до 5 и от 10 до 15 – это для юридических лиц. Хорошая новость ждет и многодетные семьи, которые стоят в очереди на землю. Должны глубоко извиниться перед нашими многодетными семьями. Мы не можем полностью по всем территориям выполнить те обязательства, которые законом Алтайского края поставлены. Есть очень большая очередь. Поэтому, если человек в каком-либо муниципалитете найдет земельный участок, он может его получить бесплатно. Почти единогласно депутаты согласились, что необходимо отчитываться о трате своих компенсаций. Это деньги на аренду помещений, награды, поддержку районных объектов и коллективов, которые раньше никто не отслеживал. Как будет выглядеть отчет, не ясно, но известно, что сумма компенсаций будет в не больше прежней 30 тысяч. Не все депутаты в Алтайском краевом законодательном собрании имеют равные возможности, несмотря на одинаковый статус. Депутаты, которые работают на постоянной основе, все-таки используют и служебный транспорт, и командировки им оплачиваются. Но это другая история. Что для нас было важно, что мы поддерживаем, это что все-таки сумма, как мы поняли от Андрея Геннадьевича, будет регламентирована. А другие компенсации на капремонт получать будет проще. Жителям теперь не нужно подавать справки об отсутствии долгов, за них это сделают ведомства. Небольшой нюанс, но он значительно упростит жизнь ее получателям, ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам и людям старше 70 лет. Анастасия Дорога, Николай Щелко, День с толком.